Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Болодарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, сегодняшний наш гость, историк Александр Колпакидисов. Здравствуй. Добрый день. И тема мифы гражданской войны или мифы о гражданской войне, учитывая то, что сейчас творится, очень, как мне кажется, нужна передача. И спасибо, Саша, тебе, что ты согласился к нам прийти. С чего ты, как серьезный профессиональный историк, хотел бы начать разговор? А тут случайно наткнулся я на информацию о том, что Гуляйполе на Украине выступило с инициативой перезахоронения Махно в Гуляйполе. Я давно уже вот как-то так на периферии моего сознания вертелся, пресловутый Нестор Иванович Батько, он же Махно, и я вот решил с этого и начать. Вот существует, это может быть не самый такой главный персонаж гражданской войны, но миф его довольно устойчивый и совершенно никем не поколебимый. Он, кстати, извини, Саша, с моей точки зрения он только укрепляется. Да, вот в том-то дело, да, да. Потому что эти липовые историки, они книжка о Батьке Махно без единой ссылки. Или ссылка на какие-то безграмотные статьи. Да. Извини. Я как бы уже говорил где-то, что впервые заинтересовался Махно. Ты знаешь, я даже посмотрел, это мне было 8 лет. Значит, 8 лет. В 80-м... Нет, нет, не 8, мне было гораздо больше уже лет. В 80-м году вышел фильм про Фрунзе, такой «Большая-малая война», о том, как Фрунзе боролся вот как раз с политическим, так называемым, бандитизмом, петлюровцами и в основном махновцем. Там его играл прекрасный актер такой, Геннадий Сайфулин. Помнишь, такой? Очень красивый. Он его играл очень хорошо, на мой взгляд. Но он не похож на Махно ни внешне, ни по поведению. Но там он произносил зажигательную речь, где говорил, что моя цель – это чтобы кругом росла зеленая трава, а по ней гуляли кони и женщины. Так это же ведь у Бабеля скрадено. Наверное, да. У Бабеля украсено. И там стоят два мужика, и один другому говорит, а кто же работать будет? А другой говорит, да, точно, работать будет некому. И тогда, ну, вот эта вторая фраза, которая там от этих мужиков, она меня не задела. А вот, и даже про лошадей не особенно. А вот то, что всюду будут ходить женщины, мне уже в моей мудрости было интересно. И я заинтересовался тогда этим Батькой Махно. Но если ты помнишь, ему крайне везло, да, на кинематографии. Вроде он был такой отрицательный персонаж, но его постоянно в кино снимали. Первые фильмы – это он в двух первых фильмах «Красных девалиат» фигурировал, да. Где его играл очень интересный такой человек, некий Владимир Сутырин, который закончил... Очень интересный персонаж, очень. Ну, о нём можно отдельно поговорить. Который закончил свою карьеру секретарём писательской организации Москвы. Порткома, кстати, потом после него был отец Донцовой, вот этот Васильев, автор книжки про Власова, часть «На ваше превосходительство». Тоже очень такой загадочный персонаж, о котором, насколько я понимаю, сама Донцова не всё знает. И, значит, это «Красные девалиата» и «Савур-могила» продолжение было в 1926 году этого фильма, где тоже Махно был, но там совсем уже было всё вымышлено. Интересно, что во время войны образ Махно вдруг, неожиданно, в 1942 году всплыл в фильме «Александр Пархоменко». Для меня до сих пор загадка, почему во время войны понадобилось снимать фильм про Пархоменко, как бы. Ну, в том плане, что Пархоменко был убит махновцами и погиб во время войны. Ну, хороший фильм, но он запомнился только благодаря Махно. И Раневской. Да, и Раневской, конечно, да. Махно там играл великий, значит, наш артист Борис Черков. Ну, на мой взгляд, там он пел песню, которую, кстати, Махно очень любил. Но Махно не играл на инструментах, реально Махно. И Черков, может быть, и похож на Махно, но он уже был староват в 1942 году. И он сыграл некий такой уголовный вариант Махно, значит, такой несколько уголовный персонаж. Потом был первый вариант фильма «Хождение по мукам», трёхсерийный, 1958 года, где играл его такой недооценённый, совершенно забытый актёр Виталий Матвеев. Очень хороший актёр. «Хмуромутре» он его играл в третьем фильме. В «Хмуромутре», кстати говоря, в этом трёхсерийном фильме не было тех, кто плохо играл. Да, это было... Но с точки зрения актёров, это вершина советской актёрской школы, вот это конец 50-х, начало 60-х годов, это действительно... А как ты оцениваешь во всех этих фильмах, начало... Первый фильм, это, наверное, карикатурный всё-таки образ, а вот в этом «Хождение по мукам»? Вот сериал, который в 1977 году вышел «Хождение по мукам», там Алексей Криченков его играл, на мой взгляд, вот самый неудачный был Махно. Там он показан был неврастейником, Махно в жизни тоже, но он был не таким ярко выраженным неврастейником. Тут уже несколько утрированный, доведённый до абсурда такой образ. Если ты помнишь, там всех подростков, я тогда был подростком, потрясла, когда Лёв Казадов приходит, и Махно кричит, «Где ты был?» А он, говорит, шашку тупил, и тут ему по морде хрястили. Ну, а совершенно невероятная сцена, поскольку Махно никак не мог ударить Лёв Кузадова, Зиньковского, поскольку его побаивался, Зиньковский был одним из трёх руководителей контрразведок. Он не был... Это такой существует миф, что именно Зиньковский возглавлял контрразведку у Махно. Он действительно всю дорогу был контрразведчиком, но он был одним из трёх руководителей корпусных контрразведок. По-моему, он во втором корпусе возглавлял. А непосредственно контрразведку возглавляли сначала такой Макс Черняк, а потом такой Лев Голик. Но это правда, что Зиньковский — это кадровый сотрудник ЧК, ГТУ? Потом, когда он оказался... Он был старый революционер, террорист, эксист, экспроприатор, из рабочих, кстати, он рабочий сам, очень крупный, физически очень сильный мужчина такой. Махно был в два раза меньше. Собственно, он ему и до лица бы не дотянулся. И он был действительно с Махно до самого конца, уже после смерти Голика. Ну, уже контрразведка какого-то не было, он как бы остался при нём. Голик умер в одном из последних сражений крупных Махно с большевиками. Причём умер он от сердечного приступа. Значит, Голик был гуляйполец. Но об этом позднее. Значит, и вот Зиньковский оказался в эмиграции. Там он в Румынии сообразил, что дело пахнет керосином. И вместе с группой петлюровцев он был заброшен румынской разведкой в качестве такого разведчика-диверсанта на нашу территорию. Ну, они были не дураки все, пошли тут же сдались. И он, значит, так как был человек реально очень крутой, и реально у него были большие связи среди большевиков в том числе, ну, ещё и по царским делам и так далее, он устроился в НКВД и сделал хорошую карьеру. Очень хорошую карьеру. Кстати, его брат тоже младше Зонов, ну, Зиньковский Зонов, он тоже был работником НКВД и руководил разведкой в Молдавии. Да, то есть они оба были, провели много операций, о них существует, ну, особенно в старшем этом Льве Зиньковском Задове существует большая довольно литература, я не буду это всё пересказывать, да. Потом, значит, был фильм «Салют Мария», где играл Золотухин. Ну, Золотухин внешне похож на соратника Махно Феодосия Щуся, матроса, вылитый. Ну, я не скажу, что тоже хорошее попадание, Золотухин по своим, так сказать, физиологическим буквально качествам совершенно не совпадает с Махно. Ну, самый удачный Махно, это, по-моему, вот этот Деревянко воплотил 9 жизней Нестора Махно. Ну, надо сказать, что он идеально вот попадает в Махно, тоже такой немножко, ну, единственное, что смущает, у Деревянко во всех ролях есть какая-то такая придурковатость. Она, очевидно, у него и в жизни присутствует. Махно этого не было, он всё-таки был очень серьёзный человек, и, ну, именно Деревянко хорошо показывает, что, собственно, как человек-то небольшой, вот, собственно, небольшой человек, вот это меня всегда удивляло. Мне показалось, этот вопрос к тебе, мне показалось, что он очень хорошо передал Деревянко, вы, знаешь, такую крестьянскую хитрость, смётку, знание, с какой стороны масло на хлеб мазать. Этот фильм, он, в принципе, апологетический, он прославляет Махно, да. И поэтому вот именно об этом я и хотел поговорить. А вот что прославлять? Вот сейчас, например, часто очень уважаемый мною Максим Шевченко, выступая, говорит по поводу Махно, что это идеал. Но это, по-моему, недоразумение, сформировано именно тем, что о реальной их Махновщине никто ничего не знает. Поэтому я бы, собственно, хотел поговорить на эту тему. Ну, в двух словах, кто такой этот Махно, потому что люди уже, наверное, я не знаю, да. Этот персонаж родился в селе Гуляй-Поле и, в общем, всю жизнь болтался в этом регионе. Это юг Левобережья Украины, Александровский урест, Екатеринославская губерния. Значит, вот, собственно говоря, регион, где он действовал, это был юг Левобережья, вот это Екатеринославщина. Ну, Херсонщина в какой-то степени там. Вот он родился в 88-м году. Он родился в очень бедной семье, где было несколько сыновей, а отец алкоголик и пьяница, значит, умер, когда ему был год. Он 7 лет работал пастухом, потом окончил всего 2 класса земской школы, работал батраком. И, в конце концов, он устроился на чугунно-литейный завод Кёрнера в этом самом Гуляй-Поле. То есть, он фактически крестьянского труда не знал, но вырос среди крестьян, но он не крестьянин. То есть, формально он даже рабочий. Ну, как бы, почти сразу же во время Первой русской революции он вступает в местную анархическую организацию «Союз бедных хлеборобов». Хотя сам хлеборобом, как мы видим, не являлся. Значит, в этой организации он был самый младший, но самый активный и боевой. Значит, ну, хотя организации... Вот у нас мало знают о Первой русской революции. Там действительно возникло множество вот таких вот организаций, которые фактически были уголовные, грабили и, в общем, больше ничем особо не занимались. Да, забывали бедному отдать. Да, забывали часто отдать, да. И, ну, они прикрывались всегда какими-нибудь политическими делами, да, то есть. И вот, в частности, например, пресловутый Япончик, он тоже не уголовник формально, он тоже состоял вот в такой вот политизированной организации. Ну, реально-то, собственно, в чем состояла их, так сказать, политика? Это, помнишь, у Зощенко избирали представителя колхоза? Говорят, а грамотный весь? Он говорит, Ваня грамотный. Он говорит, а ты где, Ваня, грамоте-то научился? В тюрьме научили. Он говорит, батюшки, Светы, так ты уголовный или политический? Он говорит, конечно, политический. Украл самую малость. Да, и в отличие от этого, значит, махной эти хлеборобы, они украли немало, совершили несколько экспроприляций. В конце концов, он попался, а мать написала заявление, уменьшила ему на год возраст, и его, в общем, не повесили. Убили там они почтальона, пристава, еще кого-то при инкассации там это. И, в общем, он отделался там, что, ну, его на каторгу, потом 20 лет ему каторги дали, значит, заменили на пожизненную каторгу, и сидел он в бутырской тюрьме. Значит, бутырки... То есть он до каторги не доехал? Нет, не доехал, сидел в бутырской тюрьме. Значит, и там просидел 6 лет. Там он познакомился, как говорится, его научили пить и курить, и все остальное, значит. Особенно он дружился, тоже его земляк, ну, уже и рабочий, и городской, ну, и тоже из этого же региона, такой Павел Аршинов. А он же потом вместе с ним будет, да? Да, он был его как бы... Это единственный человек, с кем он считался и которого уважал. Но так, это как бы тоже несколько миф, потому что относительно считался. А потому что всех других анархистов он глубоко презирал. Да. И... А вот опять же, как он заявился к князю Кропоткину... Да, он заявлялся, да, но тот ему ничем не помог. И он, собственно, хотел от него узнать, как строить жизнь на селе, что делать, но что мог князь сказать. Кстати говоря, с князем тоже тут отдельная история. Значит, у него была дочка, так скажем, деликатно, не красавица. И ее заверб... Ну, там подсунули английского дипломата-шпиона, который через нее очень активно воздействовал на князя. В каком плане? Был там такой писатель Саммерсет Моэд великий. Саммерсет Моэд, разведчик английский. Да, время страстей человечества и так далее. Вот он одно время был ее любовником, потом там другой хорек. И, собственно, в чем была задача англичан? Чтобы через нее воздействовать на князя в плане создания федерации в России. То есть развалить страну на федерации. Вот князь создал и возглавил такую федеративную лигу. И, собственно говоря, то есть как хитро... Как сказал Заковский, хитрые методы работы империалистических разведок. Да, вот, собственно говоря, даже у... Ты только еще поясни, кто такой Заковский. Да, это чекист такой, который сказал, что у меня бы и Карл Маркс признался, что он немецкий шпион, надо просить. Значит, и вот... Он серьезный человек. Да, серьезный человек, да. И вот этот, значит, когда вышел из тюрьмы по Федерской революции, Махно, он некоторое время болтался в столице и пытался вот как бы... Ну, не в этот раз он с князем, потом уже там, в следующий раз, когда он приезжал в Москву. И вот он вернулся в Гуляйполе, его тут же поизбирали там председателями, так как он... А, то есть его буржуазо-демократическая революция в феврале освободила, освободила. И как и многие, он вместе со своими цепями пришел в село. А была такая в то время фишка, что всех вернувшихся из каторги тут же куда-то избирали. Это обязательно, я считаю. У нас, кстати, потом был опыт. Да, был такой опыт. До сих пор не избавиться от некоторых. Да, да. И вот его избрали там председателем Урлепольского крестьянского союза, а потом, значит, Волосного совета. И он, надо сказать, раздал землю крестьянам. Ну, обрати внимание, он все-таки, несмотря на то, что там ему в тюрьме чего-то учили, он поднахватался. Он, кстати, Аршараджиникидзе там тоже сидел. Пересекался. Да, пересекался. И он имел, ну, то есть он был самоучка, да, то есть, ну, до этого два класса самоучка, то есть знаний у него было очень мало. И он, собственно говоря, действовал интуитивно. Поэтому, да, и когда началась немецкая агрессия, вот эта оккупация, он создал отряд, он пользовался такой поддержкой. И для него был очень серьезный и неприятный очень урок, что их тут же разбили, разбежались и все такое. Он сам, значит, поехал в Центральную Россию поднабираться опыта, подучиться и, в общем, соорганизоваться. Вот он встречался с Лениным, со Свердловым в Кремле, да. Доказан? Да, да. Это доказанный факт. Ну, по крайней мере, со Свердловым точно доказанное, с Кропоткиным точно, а с Лениным он, по крайней мере, сам утверждает. Ну, и тот разговор, который он передает, довольно-таки... То есть, его воспринимали большевики как одного из этих активистов украинских, которых они втихаря вооружали, снабжали документами, деньгами и отправляли вести под... То есть, когда говорят, что большевики предатели, брестский мир, вот без этого, это все галимое вранье. Все, что возможно для того, чтобы вернуть, отыграть, они делали, и немцам было очень туго. Вот, извини, Саш, у нас, ну, я это называю телеистория, и телеисторики, вот они постоянно цитируют, почти всегда неправильно вырваны из контекста, но вот цитату, политика это искусство возможного, ну, что возможно, то и делали большевики. Это опять вопрос к себе. С одной стороны, приходится уступать... Нет, я скажу, они делали больше, что возможного. Вот почему, мне кажется, вот большевики, Ленин, это вот те люди, которые действительно заслуживают всяческого режима, они делали больше, чем возможно было в этой ситуации. Вот белогвардейцы не делали ничего против немцев. Знаменитый поход из Яс до Ростова-Дроздовского, он был на гребне волны немецкого наступления. И, собственно говоря, рассказывал уже об этом, да, и, собственно говоря, они, эти люди говорили, что Ленин немецкий шпион, что большевики немецкие агенты, ну, сами-то они, а только во время десанта под Даганрогом поубивали несколько тысяч большевиков, когда большевики там высадились и пытались, попали в засаду немецкую, там две тысячи было только расстрелянных, потом пленных. То есть большевики, и это по всей, можно сказать, что это было не санкционировано, санкционировано, но то, что именно в Москве существовали структуры, две, которые вели подрывную деятельность на оккупированной территории Белоруссии и Украины, это факт. Этим руководили, всем знают, кто там, Шишко, Ковригин и так далее. И вот одним из таких людей, которых они направляли, являлся Махно. Но они, правда, не знали, что до этого Махно тесно пообщался со своими анархистами. С одной стороны, они его разочаровали, с другой стороны, видя, что их немножко щемят большевики, он несколько затаил в душе хамство в отношении к большевикам. Но с другой стороны, вот посмотри сам, вот это самый важный момент. Говорят, вот большевики стали, а что было с ними сделать? Вот возьмем Москве, они захватили 40 особняков в центре Москвы, вокруг Кремля. Значит, с утра до ночи пьянствовали, наркоманы, там они, кстати, совершили самое крупное ограбление наркотических требов в истории, одно из первых дел ВЧК, в котором был замешан великий актер Мамандальский, кстати говоря. Они, значит, протянули там связь полевую, значит, и потом выясняется, когда их, значит, взяли за вымя, что там большинство, оказывается, никакие не анархисты, а внедрившиеся офицеры, которые под видом анархистов, одурачив этих, даже не могу найти нематерное слово, значит, одурачив этих, значит, они, значит, внедрились туда, там склады оружия, они готовили, собственно, переворот. У них были вот эти особняки, где они себя там, то есть, это вообще какой-то анекдот вся эта история. Уже она одна могла, я специально это дело разбирал, все это дело хранится в Московском областном архиве, ну, вот эти арестованные, вот это, ну, это одна из первых таких массовых операций ВЧК после переезда. Зачистка этих особняков, причем большевики даже не знали масштабов, и до сих пор, значит, это масштабов проникновения белогвардейцев в эти анархистские структуры. Ну, не об этом сейчас речь, да, а главное, что он же видел вот то, что они не работают, ничего не делают, с утра до ночи ведут какие-то споры, диспуты, значит, бухают, что туда внедрилось огромное количество просто уголовников, которых, кстати, он потом использовал. Грабители, экспроприаторов, и вот именно вот после Октябрьской революции вот этот переход анархистов от идейной какой-то политической к уголовщине, он начал, потому что надо же было где-то работать, куда-то идти, а работать-то не хотелось, мы же великие революционеры, там все так, и в результате именно анархистские отряды спровоцировали во многом антибольшевистские восстания на Дону, на Кубани и в других, они, отступая с Украины, там было много, там Петренко, Каск, там Зейдель, Никифорова знаменитая, там Маруся, его, кстати, землячка тоже, тоже из этого же Уэзда, значит, с которой они тоже одно время общались, потом расплевались, значит, они все чем занимались? С грабежами, кутежами, я не хочу сказать, что большевистские отряды не занимались реквизициями, там, конечно, жрать-то надо, голод не тетка, но анархисты это делали, вот как в фильме про Бумбараша, вот там очень четко это показано. Да, с душой, неорганизованно, чрезмерно, значит, провоцируя население. Главное, что они провоцировали население. И почему так долго с ними возились большевики, для меня загадка. Ну, надо сказать, что среди них нашлись порядочные люди, ну, вот, например, те же отряды, отступающие с Украины под Царицын, да, Петренко захватил там золото в банке, и Орджоникидзе пришлось целую операцию проводить по торможению его поезда, разоружению, расстрелу и так далее. И возврату золота в казну. А, например, Петр Штегер, он стал служить командиром Красной Армии, был командиром дивизии, то есть разные были, но он уже перестал быть анархистом. То есть те, кто, вот это, очень многие, Макроусов, знаменитый Алексей, то есть очень многие анархисты стали большевиками, ну, или не большевиками, но они порвались с анархистским вот этим окружением, или беспартийными, и честно служили в составе Красной Армии. И, кстати, ты же мне говорил, что вот те люди, которые по началу гражданской войны вполне заслужили сегодняшний термин полевые командиры, если они придерживались большевистских взглядов, они вливались в регулярную армию. И не обязательно беспартийные левые эсеры, максималисты и кто угодно. Просто тут вопрос шел, человек собирается бухать, грабить и разлагаться, или реально служить делу народа и бороться за народное дело, что называется. Вот это был водораздел. И каждый мог, не было такого, что раз ты бывший анархист или максималист, тебя не возьмем. Ради бога, огромное количество. Лидер анархистов Урала Жебенев тоже стал, сделал карьеру, ну, много. Тимофей Самсунов, один из руководителей ВЧК, то, что Пятерка потом Бабков возглавлял, бывший анархист. Сейчас новости после новостей, лекция беседы. Александр Колпакиди продолжится. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Продолжаем. Сегодня лекцию беседы проводит историк Александр Колпакиди. И Махно, он понимает, что большевики на него делают ставку, а ему хочется самостоятельности. Он был, нет, он изначально, вот он был таким, один из таких посланных вот этим большевистским центром. Не большевист, он был совместный, там участвовали и бородьбисты, и незалежники, и социал-демократы. Ну, руководили, естественно, большевики, и деньги были, понятно, из Москвы. И вот их направляли, вот он один из таких. И он, собственно, и сделал то, что от него требовалось. Приехал в родную деревню, там поболтался месяц, и создал в окрестностях Гуляйполя партизанский отряд. И тут с самого начала хочу сказать одну очень важную вещь, о которой никто никогда не говорит. А Махно, конечно, анархист, и там были анархисты у него. Вот, например, ну, Волин и Хенбаум был, который всю жизнь его, так сказать, сопровождал, председателем Ревоинсовета. Арон Барон был в 20-м году председателем Ревоинсовета. Но реальные роли они в Махновском движении не играли. Это была такая крыша, этикетка даже, не крыша, этикетка, значит, которую в любой момент могли снять, выкинуть и ногой растоптать. И они между собой собачились без конца, и в результате уходили от него. И в результате, в конце-то концов Махновщины, они сказали, что Махно никакой не анархист, он диктатор, он сволочь, он предал все идеалы. Никакой анархии у него там нет. Но это в конце. Вот, значит, у того же, например, вот этого Арона Барона был родной брат Михаил, который был правой рукой Виталия Примакова, командира Червонных Казаков. То есть, к вопросу, этот брат тоже был анархистом. А в дивизии, куда попал Махно потом Дубенко, Павла Дубенко, начальником штаба был тоже анархист Петровский. То есть, разные дороги выбирали люди. И вот он создает отряд, и с самого начала опирается на три деревни. Ну, там были из других деревень потом люди. Но вот эти представители трех больших сел. Гуляйполе, Новоспасовка и Дебровка. Значит, вот они всю дорогу и рулили всем. А кто эти люди? Это не учителя какие-нибудь, нет. Это обычные крестьяне. Ну, в анархической традиции пишется, что они все батраки. Меня мучают тяжкие сомнения того, что они все батраки. Потому что среди них мы видим и офицеров. Кстати, один из мифов Махно, что там не было офицеров. Были. Начальником штаба был Яков Озеров, бывший капитан. Потом был такой Петр Гавриленко, бывший штаб. Были там офицеры. Просто там, конечно, где их было взять в большом количестве, как в Москве и Петрограде. Поэтому их и немного-то было. Но вот, если мы посмотрим, кто руководители этой Махновщины. Вот уроженцы Гуляйполя. Марченко, Григорий Василевский, Каретник знаменитый, братья Лепетченко, Иван Чучко, Василий Шаровый, Серегин, Тарановский, Лев Голик, Ольховик и так далее. То есть, ну, 90, ну, не 90, ну, процентов 60 руководителей Махновщины, это его выходцы из его села. Ну, некоторые из них там не родились в Гуляйполе, но жили в Гуляйполе, переселились туда. Это было такое очень быстро развивающееся село. Значит, конкуренцию составляли выходцы из Новоспасовки. А вот, ну, один из руководителей Махновщины, прежде всего, это Белаш такой, Виктор Белаш, Василий Куриленко, Бондарец, Гончаренко, значит, Проценко и так далее. То есть, процентов 30 командного состава, это выходцы из этой Новоспасовки. И третья, она гораздо меньше, Дебровка, откуда там, ну, она дала таких крупных, как, допустим, правая рука Феодосий Щусь, матрос, Петренко-Платонов и так далее. И вот эти люди, выходцы из... То есть, это какое-то первобытное движение, такое чисто крестьянское первобытное... Вот эти местные сельские авторитеты, они всю дорогу, все три года руководили этим движением. И именно они решали. При этом они даже голосовали по принципу из какого-то села. Вот когда у них возникали по какому-то вопросу разногласия, гуляйпольские голосовали так, Новоспасовские голосовали так. То есть, это вообще какое-то редкое, примитивное такое абсолютно движение. А цели объявлялись какие? Вот это же ведь тоже очень важно. Мы за вольные, значит, советы. Ну, что такое вольные советы? Вот тут переход... Ну, сначала надо сказать, что они сделали, да? Вот они сделали отряд, стали бороться с немцами. С самого начала Махно проявил себя крайне коварным человеком. Ну, он объединился там с отрядом какого-то местного там авторитета, ночью его пристрелил, и у него у того был больший отряд. Его люди... Он потом это проделал и с Григорьевым, знаменитым атаманом, да. Хотел проделать, кстати, с Петлюрой. Хотел проделать это с Дебенко, но побоялся. Значит, вот такой у него был коронный... Он очень хитрый, переодевались, значит, выдавали себя за там белогвардейцев или за красных, значит, то есть заманивали. Огромная разведка. То есть изначально вот эти все хитрости партизанской борьбы, он... Вот в чем его... Он, безусловно, был талантливый человек, безусловно. Он с самого начала вот это все как-то от Бога у него было. Ну, да, был у него опыт там, они там грабили почту там... Ну, ну, это не тот опыт, да, это как бы... Опыт, в виде... Кто он? Партизан-повсанец? Да, он действительно создал отряд. И в начале уже 19-го года, когда началось... Рухнуло немецкое вот это... Брестский мир рухнул, Красная армия стала приближаться. Приближался к нему этот самый Павел Дебенко и его Заднепровская, 1-я Заднепровская дивизия. Махнов вступил к ним, сказал, что я, значит, против коммунистов-большевиков ничего не имею, давайте комиссаров. Ему дали, как бы, звание комбрига, и его партизан, из них создали третью бригаду вот этой 1-й Заднепровской дивизии. Он даже получил номер 4-й ордена Красного Знамени, если я не ошибаюсь, за освобождение Мелитополя. Это доказанный факт? Ну, сейчас склоняются на 90%, что да. Ну, 100% доказательства нет, ну, вроде бы. Ну, это не важно. На самом деле он во главе, вот когда он был в составе Тензепровской дивизии, ну, он, может быть, не лучше Григорьевской бригады действовал. Ну, по крайней мере, очень удачно и успешно. И вот это все продолжалось, но у себя в регионе он ввел свои порядки и постоянно говорил, нам не нужна продразверстка, не нужна ЧК, не нужно то, ну, как? А чем кормить людей в городах? А это ваше дело. Вот мы крестьяне, вы нас не трогайте. Ну, то есть это была какая-то крестьянская утопия. Вот в чем маразм всей этой махновской мании и вот преувеличение его роли в истории? В том, что не могло это существовать. Не могут крестьяне в 20 веке создавать свои государства ими рулить. Не могут они грабить постоянно города, поезда. Да, он, значит, контролировал железнодорожные пути, значит, и срывал буквально поставки зерна, угля и другого, чего направляли в центр, чтобы спасти их от голода, там, замерзания и так далее. И Ленин из-за этого именно обратил на него внимание, что он действительно сидит, как такой какой-то средневековый бандюга, соловей-разбойник, значит, и не дает проходить, да, там, грузом и так далее. Начались с ним разборки. А он начал кричать, он там разгонял ЧК, где было. То есть, да, действительно, вот говорят, ну вот, большевики проводили на Украине неправильную политику, там, в земельном вопросе, чекисты украинские были. А где было взять других? А чем было кормить город? Вы понимаете? Да, понятно, что плохо, это прудотряды, плохо, что крестьян там, плохо, что запретили, кстати, чем он активно занимался, самогоноварением и торговлей. Это, кстати, одно из его основных занятий, Махновщина. Значит, а плохо это все, да, но это были реалии того времени, иначе бы мы не выиграли гражданскую войну. Понимаете? И вот в чем проблема, что он попал в очень удачный регион. Чернозем, хлеба завались. Эти крестьяне, в принципе, были крупные села, там были свои какие-то фабрики. Ну, вот он работал на заводе, да, то есть они, в принципе, вот реально могли жить сепаратно. Ну, вся Украина-то не могла жить сепаратно. Даже вся Екатеринославская губерния не могла отделиться и жить сепаратно, потому что это уже 20 век. Уже производство, уже наука. Вот да, хорошо. У них проблема была с врачами. А где брать врачей? Для этого надо их где-то учить. Значит, в городах надо строить училища, надо их финансировать и так далее. А как вы решите этот вопрос? Фельдшерами, ветеринарами? Значит, у него была постоянно проблема, значит, с боеприпасами, с оружием. А где вы это возьмете? Кузнец вам сабли выкует там, да? Или еще, да, выпущем пулемет. Да, пулемет. То есть вот эти проблемы, да, но так как он никогда долго не контролировал какой-то территории, ну, даже, допустим, год, он все время рядовал, да, то есть его все время выбивали какие-то враги, то одни, то другие, то третьи и так далее. Но тактика, что-нибудь сделали и разошлись. В чем у него была фишка? Ну, тачанки, это, кстати, придумали красные казаки на Дону, потом на Кубани, потом в Махну они появились. Ну, у Доно он забирал у немецких, он немцев очень не любил, немецких поселенцев. Вот у кого на него был зуб, это у немецких поселенцев. И в рейф он, кстати, действительно не трогал, но это не значит, что не было погромов. Были, он их пресекал, но и Петлюра был недоволен погромами. Особенно погромы были у Махно, когда он расплевался первый раз с красными и пошел на союз с петлюровцами. Вот тогда реально к нему попали некоторые петлюровские отряды и реально были погромы. Он действительно с этим боролся, но, как и Петлюра, не предотвращал. То есть были погромы. Это ложь, что у махновцев не было погромы. Были. Да, он лично не был антисемитом, пресекал очень жестко, гораздо более жестко, чем Петлюра, но тем не менее погромы были. И вот, значит, его вот это секрет в чем был. У него были какие-то опорные села, где местные авторитетные мужики, ну давайте называть вещи своими кулаки, курхули по-украински. Значит, обеспечивали ему поддержку. Они ему готовили коней на смену, боеприпасы, и он сбрасывал туда раненых. Там были подпольные такие госпиталя, где их лечили. И вот вся карта юга Украины, она была покрыта такими вот опорными. И вот и успех его рейдов. Он приходит в это, базовики их называли, базы, базовики. Вот эти базовики, это палочка-выручалочка, это его ноу-хау. Он приходит в это село, сбрасывает раненых, получает свежих лошадей, боеприпасы и идет дальше. И его невозможно поймать. Поэтому, значит, ну, уже в начале 21-го года красные командиры все это вычислили. Поэтому ему... Его роль в Крыму. Роль его в Крыму очень интересная. Она крайне преувеличена. Ну, послал он туда 2000 там, да, там во главе с Каретником, Марченко, Кожаным. Кто-то там еще был из крупных командиров. Да, они сражались там не лучше красных, но, извините, ну, это сколько взять все части, которые участвовали в освобождении Крыма, но это капля в море. А возникает вопрос, но ведь нам рассказывают, что у него была 50 тысяч армия. А почему уже поехали туда так мало? Вот в этом-то его и вся... Он все время хитрил. Он все время... Сам он туда не поехал, потому что был ранен в ногу, лечился. Но многие его отряды разошлись по этим базам. Вот есть такая великолепная книга, самая лучшая. Ее написал сын вот его, начальника штаба, Виктора Белаша. И он в этой книге, там, она несколько странная по форме, там переплетены воспоминания самого отца, начальника штаба Махно, Белаша-старшего, и его сына, который проработал всю литературу в Махновщине. И вот если внимательно читать эту книгу во времена Крыма, то очевидно, что Махно готовился к новой... Он рассчитывал, он разослал людей, он вербовал, он забирал продовольствие, создавал базы, он завязал, самое главное, он завязал отношения с командованием красных частей. Он рассчитывал, что после Крыма, после Врангеля, начнутся массовые восстания, переход на его сторону, и он сможет отбить красных, ну, если не со всей Украины, то, по крайней мере, со своего вот этого большого региона. Что он силой заставит, создаст эту Махновию. Кстати, это вот его... Почему он не анархист никакой? Все это фикция. Потому что реально это была некая протогосударственная структура. она даже название имела, Южная Федерация Труда, да? Там, значит, собственно говоря, он не выступал же против советов как таковых. Вот законодательный орган, у него советы. Но это местные, значит, на районном уровне, так сказать. И вот они как бы решали все вопросы. Но возникает вопрос. Почему по всем другим территориям России везде анархисты собирают на выборах совета, ну, там, максимум 2-3 процента? А почему они у тебя всегда побеждают? Нет ли тут какого-нибудь... Подвоха. Подвоха, да. Ну, то есть, всем было... Вот чем он так бесил большевиков? Что это была какая-то уж слишком наивная разводка. Все понимали, да, он допускает деятельность левых эсеров, борьбистов, незалежников, большевиков даже. И газеты, они там, и что-то. Но он контролирует все очень жестко. Конечно. Вот. И эти... То есть, вопрос, извини, вопрос стоял до пары до времени? Да. Потом, следующий момент. Он говорил, мы анархисты, мы против регулярной армии. Мы, ну, соответственно, против мобилизации. И вот... И что бесило большевиков? Они-то видели, как он проводит мобилизации. На этом съезде принимается решение провести мобилизацию и, в конце концов, они мобилизовали всех от 19 до 38 лет. И попробуй уклониться от этой мобилизации. Есть тайная, значит, директива командования о том, что только больных, там, не попадающих в возраст, они могут добровольно. А попал ты в эту сетку от 19, ты уже не добровольно. Так возникает вопрос, а зачем же вы говорите о добровольной? То есть вот это бесило, что большевики, они говорили, мы проводим мобилизацию и проводили. А этот проводил, говорил, нет, я не провожу. Вот это его ложь бесконечная, бесило. Саш, а обстановка в штабе Махно на контролируемых территориях ЧК отслеживалась? Конечно, отслеживалась, но очень сложно, потому что, вот еще одна мифа Махно. У него-то контрразведка была сильнее любого ЧК. Вот в чем проблема. Он, у него агентов, сетка агентурная была больше, чем агентурная сетка ЧК. Не только в самой Махновской вот этой революционной пациентке, но и на мирной, так сказать, в селах и так далее. Огромное количество агентуры. Значит, причем его чекисты, естественно, будучи, ну, типа Задова, да, ну, там, в основном Черняка, Задова, Глазгона, там, Цинципера и прочего, будучи профессиональными, так сказать, анархистами, эксистами, ну, боевиками, да. Они-то позволяли себе гораздо больше, чем любые чекисты. И вот в этом-то вся и фишка, что они расстреливали, они и судебные, да. В результате у него, ну, правда, вот такие приличные, интеллигентные анархисты, которые у него возглавляли политотдел. У него и политотдел был, просто он назывался культурно-просветительский отдел. Просто он какие-то вещи не называл. Ну, какая разница, вот, контрразведка или ЧК. Какая разница, там, политотдел или культурно-просветительский отдел. Ну, те же самые функции выполнять. Ревоенсовет у него был, военные комендаты в городах. То есть, по сути, все то же самое, только говорило, нет, у нас этого нет. У нас все на основе вольности, там, мы вольные, там, незалежные, там, все решает народ. Ну, как народ? И главное, что ни один, в принципе, командир Красной Армии не обладал такими полномочиями, которыми наделился я Махно. Он фактически был диктатором этого всего дела. И, ну, так как человек был, на самом деле, ну, он, конечно, в прямом смысле, выдающийся человек, да, но все-таки у него не было образования, не было такого, скажем, железного здоровья. Он 12 раз был ранен, там, очень сильное ранение головы, значит, в ногу, вот это я уже упоминал, очень сильное, да. То есть, очень многие вопросы решали вот эти его деревенские товарищи, да, из Новоспасовки, из Гуляйполя и из Дебровки. Вот очень многие вопросы решал Щусь, Куриленко. Без Адов тот же самый, наверное. Контрразведчики тоже. При этом вот эти интеллигенты, которые в культурпросветотделе, в Ревансовете одно время, но он не все время, они с этим боролись, они же видели, что это просто бандитизм и беспредельщина, что это просто отморозки. И они боролись, на него давили. И, в частности, вот Иршинова использовали, значит, для того, чтобы Иршинов как-то, ну, используя то, что они дружбаны, там, вместе, там, на зоне, да. Классовый лозунг уговорить. Организация называлась, Организация конфедерации анархистов Украины НАБАД. Создана она была в Курске в ноябре 1918 года. Вот когда он поехал партизанить, в Курске была создана организация. Возглавляли ее вот этот Арон Барон, чей брат был у Примакова, Волин и Хеймбаум, Гутман, Алый Суховольский, Марк Мрачный, Клеванский, Конторович, ну, и другие экзотические персонажи, да. Русский, там, наверное, был один Аршинов, ну, украинец он. И они, конечно, были теоретически образованы, анархисты, и они все это видели, и это, конечно, кончилось все тем, что они, в конце концов, в Харькове сказали, это уже было в 1921 году, сказали, что, ребята, это не то, мы попали, значит, это никакой не анархист, это какой-то диктатор, он там творит, что хочет, беспредельщик. То есть претензии предъявили к нему лично, хотя, на мой взгляд, претензии надо было предъявлять вот этим ребятам, всем этим Каретниковым, Куреленком, Щусям и прочим, которые им вертели в определенной степени. Он не такой уж был, как бы, не по своим физическим данным, не по своим, так сказать, интеллектуальным, он не был среди них вот вождем реальным. Вот эти ребята ему ничем не уступали, такие же головорезы, причем они в армии отслужили, многие там были прапорщики, унтера, георгиевские кавалеры, кстати, очень большой... Потом, наверное, вот у этих, опять же, полевых командиров, но за ним стоят 500-600 человек, которые пойдут за ним. Да, да. И, кстати говоря, вот еще вопрос интересный. Они же не всегда его слушали, например, во время этой крымской операции. Вдруг у Врангеля в тылу оказалось множество анархистских отрядов, которые там какую-то непонятную политику вели. Кто-то поддерживал Врангеля, кто-то вроде не поддерживал, кого-то Врангель повесил, кто-то вместе с ним сражался против красных. И там, ну, Володин, Чалый и так далее, там довольно крупные люди в Махновщине, кстати. И я так прикинул, но этих отрядов было там очень много. И количество людей, которые в этих отрядах было, отнюдь не меньше, чем тех, которых Махно послал воевать во главе с Каретниковым против Врангеля. То есть вот это еще интересный момент, собственно говоря. И более того, очень много связано вот всяких мифов, что его постоянно хотели убить, посылали какие-то отравлять. Вот когда, например... Этого, этих послали, скрипалей, по-моему. Да, да, да. Вот я, например, вот когда последний раз на него Фрунзе напал, пытались его арестовать, и он, значит, начал последнюю свою гастроль артиста. Я просто читал документы, это особого дела, что они не посылали людей убивать его, как во всей литературе Махновской. Дело в том, что о Махно пишут люди ему симпатизирующие. Вот эти все пустобрюхи, анархисты, они гвоздя прибить не могут, но зато пишут, бумагу ненавидят просто смертельной ненавистью. И о нем масса комплементарной литературы. Даже если вот почитать то, что в советской литературе выходило, очень двухсмысленно все. Двухсмысленно, да. И он вызывал, конечно, вот у этих всяких интеллигентов в маминой кофте, ну и в тройке и так далее, то огромные симпатии. И до сих пор вызывает. Но, опять же говорю, это не то, что было на самом деле. На самом деле не алые, не мрачные с бароном и Конторовичем рулили. Рулили вот эти деревенские жлобы. Командиры эскадронов, бригады, как они там назывались. И не было там никакой вольной, никаких вольных советов. Это было все фикция. Прикрытие для реального деятельности вот этих Махно и его ближайшего окружения. И когда я вот уже говорил, да, вот эти люди из идейных анархистов стали говорить, а почему контрразведка так себя ведет, создали, он вынужден был даже создать комиссию антимахновских дел. Ну, чтобы не походить на тройки, он сделал там четверых. Кстати, жена играла большую роль. Причем жена-то у него была совершенно четко петлюровской ориентацией. И благодаря ей там у него постепенно он обрастал такими националистами. Он, конечно, не был украинским националистом. Но влияние такое, и потом, очень сильно в свое время ему, в сентябре 19-го года, ему помогли галичане оружием, выприпасами и петлюра, собственно говоря. Сейчас новости, после новостей продолжим. Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Баладарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Продолжаем лекцию-беседу историка Александра Колпакиди. И, в конце концов, гражданская война подходит к концу. И, наверное, на Махно в Москве обращают уже более пристальное внимание. Ну, изначально, когда с ним подписывали вот это соглашение о сотрудничестве, в августе, по-моему, 20-го года, понимали, что по-хорошему с ним не удастся. И он это понимал. Я уже говорил, он готовился к тому, чтобы вот... Но его опередили. До этого он имел дело с такими, ну, несколько, скажем, не очень далекими людьми, типа Антонова Овсеенко, Скачко, которых он дурачил. Да тот же Дебенко. А тут он нарвался на Фрунзе. И Фрунзе его опередил. Который был и военачальником, и политиком, да? Да, да, да. Ну, тут мне написали вот, что в фильме, в сериале «Девять жизни» Нестор Махно играет русофобка Ада Роговцева. Действительно, это замечательная актриса. Снимается, да. Но тут интересное другое. Смотри, Махно сейчас на Украине реально герой. Ему поставили огромное количество памятников, всяких досок. Саша, извините меня, извините меня, его гербовые, пишем на простой. Не, ну, у них полно этих бандеровских. Не, ну так. Но, смотри, смотри, это очень интересно. В то время как Щерсом, Баженком, всяким Крапивянским, Коцубинским и прочим большевикам все посносили, даже галичанам, например, недавно убрали доску Ярославу Голлану, который галичанин, ну, коммунист. Да. Да, и убили его. А Махно даже, я помню, в свое время выпустили монету, две гривны, кстати, довольно дешево его оценили, посвященную Махно. Сейчас вот, значит, прах задумали переносить. Сейчас выпустили четыре гривны, я думаю, все-таки. Даже, я помню, в 17-м году выходила такая конференция была, и там национальные вооруженные силы в освободительной борьбе. И там, помимо петлюровцев и галичан, единственный, кто не петлюровец и не галичан, это был Махно, он тоже попал в национальные силы. Совсем дела плохи. Это очень показательно, да, очень показательно. Я думаю, конечно, что вот именно сейчас, и вот сама жизнь, она показала, на чьей стороне был Махно. Да, он не петлюровец, не националист, не антисемитр. Но объективно. Но он против народа. Потому что все памятники, которые они сносят, все доски, это те, кто был на стороне народа, украинского народа. Потому что герой украинского народа, это не петлюра, а черт. Герой это не Щептицкий, а Ярослав Галан. Вот это показательно. И то, на чьей стороне сейчас Махно, это тоже, значит, ну, вернемся, да. И он нарвался. На Фрунзе нарвался, да. Он, я, ну, есть версия, что вот буквально за несколько дней Фрунзе его опередил, что он планировал. Доказательств этого все-таки нет. Он вел вот эту работу. Тут еще, я не могу, это у меня целый час уйдет на то, чтобы перечислять, как он готовился к очередному кульбиту. Ну, просто прочитайте книжку Белаша, она выложена в интернете. Там в двух местах об этом подробно рассказано. Кстати говоря... А Белаша этого как зовут? Виктор его звали, а сына я не помню. Ну, ее легко найти, фамилия редкая. Белаш называется «Дороги Нестора Махно». А, «Дороги Нестора Махно». Все. Хорошая книга, кстати. И вот начинается нападение, ему удается прорваться. То есть, части Красной Армии где блокируют, где уничтожают, где сдаются махновцы, где не сдают. Так как он вел вот эту подрывную работу, агитацию, пропаганду, красноармейцы действуют крайне неэффективно и неохотно против него. Почему? Потому что махновия для них, ну, они играют на низменных чувствах. Вот здесь свобода, зашибись. А у вас комиссары? Да, у вас комиссары, чекисты, дисциплина, порядок, а здесь вот можно то, все, свобода и так далее. Конечно, играя на низменных чувствах, они, в общем, получают некую поддержку. Ну, тем не менее, кольцо сжимается, там, значит, да, кстати, среди прочих, они убили как раз именно в начале января, случайно попал, нарвался на махновцев и погиб командир 14-й КА в дивизии Парховенко, о котором мы говорили, да. Кстати, они поубивали массу крупных красных командиров. Парховенко просто известный. Вот именно действуя партизанскими методами, они разгромили довольно много красных штабов, убиты были там большое количество курсантов, молодых ребят, командиров и так далее. Парховенко просто самый известный. И в частности, в этот же период, вот в начале года, происходит мятеж даже в 1-й конной армии. И один из комбригов, такой известный Маслаков, переходит на сторону Махно. Потом вместе с другим махновским командиром их отправляют на Дон, там на Северный Кавказ, они там. То есть, Махнов всячески пытается организовать повсеместно восстание. Он думает, вот его ставка на третью революцию. Вот третья революция, новая большая гражданская война, крестьянство подымается и свергает большевиков. И действительно, вот вдумайся, очень большая опасность. Крестьянство составляло абсолютное большинство населения страны. Абсолютно. То есть, угрозы реальные, не вымышленные. И что могло произойти? Нашей страны бы просто не было, как государство. Каким образом переломывать ситуацию? Ну, изучили его методы, туда бросили грамотных людей, они вот поняли, как он действует, отрезали вот этих баз. В результате, значит, они действовали вот до самого ухода за границу, они действовали не постоянно, они распускались, там доходило до 200 человек вся его, так сказать, знаменитая. И, кстати, вот этих 50 тысяч никогда не было. Никогда не было. Это условно. Те, кто были, так сказать, в ореоле деятельности его, они ему не подчинялись и даже не подозревали, что теперь это были какие-то петлюровцы, борьбистские отряды, большевистские отряды. Они бы сами очень удивились, если бы сейчас узнали, что их зачислили махновцам. И вот, значит, 27 июня разгром под Недригайловым, 21 июля военный совет в Исаевке, и принимают решение пробиваться к границе. 28 августа, 77 сабель, жена Лёв Казадов уходят в Румынию. И вот тут самое интересное смахно. Вот вроде такой человек, такими делами, но вот он, оказывается, без этих вот ребят. Ребята все погибли. Куриленка, Каретник, Кожин, Горриленко, они все погибли. То есть их красные выбили? Да, их разгромили. Все полевые командиры погибли. Он уходит, вот, собственно, рядовыми бойцами. Самый крупный, вот этот Лёв Казадов. И вот, Саш, вот вопрос какой. Он ушел или его выпустили все-таки? Нет, ну он ушел. Он действительно был очень хороший партизан, безусловно. Вот он ушел. И там он ничтожество. Никто. То есть даже и не сойдет о каком-то использовании? Пытались. Нет, а использовать его самого было невозможно, что он был человек слишком абициозный. Ну, вот я уже говорил, того же Задова завербовали и отправили... В Румынию. Из Румынии. Из Румынии на Украину, да, там. В основном использовали, конечно, петлюровцев. Анархисты румынам были как-то непонятные, опасные. И, значит, была масса петлюровцев. Зачем нужны были эти анархисты? Его, значит, с женой в Румынии не очень ласково встретили. Он сбежал в Польшу. Там его снова интернировали. Хотели выдать вроде бы даже Германии за то, что он там преследовал немецких этих самых... Колонистов. Колонистов, да. С помощью немецких анархистов он сбежал во Францию, перешел границу нелегально и уехал в Париж, где уже жила его жена Кузьменко, Галина Кузьменко, с дочерью, родившейся в заключении. Значит, родившейся в польском заключении. И вот здесь, значит, он пытается участвовать в анархистском движении. Вместе с Аршиновым они там публикуют декорацию, какие-то дрязги начинаются там. Он пытается как-то анархистскую вот эту идеологию трансформировать в сторону большей государственности. Его там остальные проклинают, с Волиным он. Да. И вот он денег нет. С Волиным рассорились. Да, денег нет. Волин увел эту жену от него. Значит, денег нет. Работает он слесарем, токарем, киномехаником. Ну, пробивается еле, да. Никаким вождем он не становится. Никаких людей вокруг него нет. То есть, ну, сказать, что он полный ничтожества нельзя, потому что, ну, как бы человек все-таки, он до последнего дня что-то пытался делать, куда-то биться. Он ярый антисоветчик, ярый антикоммунист. Значит, недавно мне попалось, значит, интересно, там вот там были всякие такие антисоветские организации, которые посылали людей в Россию даже с террористическими заданиями и так далее. Вот он, оказывается, болтался в этих кругах, попал в поле зрения нашей разведки. Аршинов, когда понял, что все это пустое, стал работать на советскую разведку, вернулся в Советский Союз. Значит, и он вот, Махну тоже неоднократно говорил, что я бы хотел вернуться на Украину. Ну, понятно, что его там ждало. Ну, собственно, тоже, что и Аршинов получил. И умер он в 1934 году. Аршинов, что? Ну, расстреляли в 1937 году. Он точно был, работал на разведку нашу, на иностранный отдел УГПУ. Значит, и вот он, значит, в 1934 году умер, похоронен на кладбище Перлашест. Вот эта урна самая, она там, ее и пытаются сейчас в Гуляй-Поле перенести. Вот итог деятельности, да, человека. Пока были, пока вот это было, вот это, эти полевые командиры, были вот эти жлобы деревенские, вот эти, значит, авторитеты. Извини, семья Корлеона, а здесь семья Гуляй-Поле. Да. И вот он был король, царь и бог, и воинский начальник. Вот он оказался в Париже, где, казалось бы, революционные движения, мощные компартии, социалисты, анархисты, кстати. Его даже не выслали. Вот некоторых его русских эмигрантов, анархистов выслало французское правительство, там они что-то бузили. Его даже не выслали. Он даже, вот был, даже французским властям он был не опасен. То есть, вот масштаб личности, да, масштаб личности. Наполеон, он высадился в Ватерлоу, да, там высадился во Франции. И закончилось все. В Ватерлоу, да. Он не мог смириться с тем, что, да, да. То есть, а этот... Не, ну, и плюс к этому еще, а какая поддержка. Да. И люди, которые на Украине остались, его друзья, там, Белаш стал сотрудником НКВД, секретным сотрудником. Он разоблачил там, в конце 20-х, они пытались там какой-то устроить, Буданов и другие пытались устроить там какой-то мятеж. Все это дело, значит, чекисты пресекли. Ну и, собственно говоря, вот, что называется, злонравие достойные плоды. Анархисты с ним расплевались, значит, но вот это какие-то наивные люди. И, честно говоря, вот действительно же хочется верить, да, что вот, возможно, какая-то такая революция без продотрядов, без чекистов, без дисциплины, вот чтобы везде... И на туганце радуги. Да, зеленая трава, как сказал он в фильме Геннадий Сальфуллин, да, и ходили свободные иконы и женщины, да. Но есть реальная жизнь. Я уже много раз говорил, вот те люди, которые считают себя там революционерами, левыми и так далее, они должны жить в реалиях этой жизни. Вот как жил Ленин, там, и Сталин, и которые реально сделали что-то. Да, нельзя это сделать, не измажившись, не испачкавшись. А те, кто, как Махно, говорили, что я во всем белом, на нем крови не меньше, если не больше. И на нем... И действительно, вот это говорит о том, что реально, да, есть такие пустобрюхи, которые, еще раз повторюсь, гвоздя не прибьют, но знают, как и что надо делать. И во всем разбирать. Да, и во всем разбирать. Вот, к сожалению... И плюс к этому, Саш, это вот практически все люди, историки, которые приходят в гости, нельзя судить о Махно из сегодняшнего дня. На основе вот таких... Вот только с позиций того времени. То есть, действительно, он доказал, что вот такое утопическое, некое вольное сообщество, оно невозможно. Оно выродилось в эту контрразведку, в комиссию антимахновских дел, оно выродилось в блокаду городов, грабеж. Да, контрибуции. Я еще раз говорю, все брали контрибуции, но никто не брал столько как... Или, например, вот популизм, да, когда любой человек мог прийти и получить у него деньги. Вот они взяли город, банк, девать некуда, да. А, кстати, деньги у него действовали. Он своих не выпускал, но действовали все другие. И ты понимаешь, что у них в результате получилось? Они там просто штамп ставили свой. Да, да, уплощено. Да, фактически ничего реальное он сделать не сумел. Никакого идеала, никакой утопии он не воплотил. Фактически это выродилось, вот он фактически мешал. Вот он вредил. Он реально, да, он сорвал наступление Деникина. Но сорвал не он, а сорвали красноармейцы на фронте. Он помог им это сделать, да. И сделал он это не ради красноармейцев, не ради спасения Москвы. Он это сделал ради того, чтобы, опять же, свою территорию вернуть. Вот и ради чего. Да, но вреда он причинил не меньше. То есть, вот если брать его, он, когда в июне 19-го года рухнул Украинский фронт, он снялся, ушел в тыл, значит, и там создал опять свою банду, развалил многие красные части. Они не сами уходили. Посылались агитаторы, которые их заставляли. То есть, он реально на одно полезное дело в борьбе против белогвардейцев и петлюровцев, он делал два вредных. Ну, а не так ли Мишка Япончик защищал советскую власть на фронте? Ну, Мишка Япончик все-таки не такого масштаба человечек, а он поменьше Махно. Но сериал заслужил. Да, сериал заслужил, да. И написано про него тоже прилично. Ну, ладно, а Махно уже, честно говоря, выше всякого. Просто я бы никогда не стал говорить, если бы не два обстоятельства. Вот это то, что он сейчас вот в этой фашистской Украине герой, и второе, что у нас находятся наивные дурачки. Которые комплиментарно все делают. Я, кстати, хочу напомнить, что у нас, когда началась перестройка, очень много писали о Махно и так далее. Была там у нас конфедерация анархистов, которые возглавляли Андрей Исаев и Шубин. И потом напомню, что Шубин сейчас был одно время помощником у Бориса Немцова, и сделал прекрасную карьеру академическую, постоянно продолжает хвалить Махно и так далее, что не помешало ему пойти к Немцову. А Исаев, он очень удачно сделал карьеру в Единой России, и именно он пропихнул, мягко выражаясь, не самый пронародный трудовой кодекс, который у нас сейчас есть. Да, вот как бы, ну есть постоянно, вот эти анархисты, постоянно возникают какие-то прыщавые молодые люди, которые, ну вот как бы верят в эту благую идею и так далее, и так далее. Самое печальное, что потом они не вливаются в какие-то реальные структуры, а просто уходят из политики и занимаются уже своей частной жизнью. Как и троцкисты. Вот чем плохи троцкисты и анархисты, что реально людям от них пользы никакой нет, кроме вреда. Ну ладно, следующие мифы. Значит, ну я думаю, мы сегодня не успеем. Нет, это в следующий раз продолжим, Стас, в следующий воскресенье. Один из таких вот мифов, который упорно навязывается нам, и весь Ютуб, и некоторые каналы его транслируют. Это мы уже говорили об этом, что большевики – это антинародная, значит, русофобская сила, которые, значит, захватили Россию. Вместе с китайцами, венграми. Маньярами и китайцами, латышами. Главное – латыши. Да, 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 латыши. И что вот эта сила, она реально была оккупационный режим, и что русский народ также пострадал от большевизма, как и остальные народы, которые при нём жили припеваючи. Ну ладно, вот я уже приводил эти цифры. В Совете народных комиссаров 15 славян и 1 еврей. 15 славян и 1 еврея. Ну можно сказать, ну зато какой еврей. Ну и славяне-то, кстати, не хуже. Да, кстати. А с 17 по 24, там, в высшем руководстве страны, в высшем руководстве, из 48 славян, 8 евреев. То есть 48 славян и 8 евреев. Да. ЦК. Ну мы не берём тут, я беру славян, кстати, неправильно сказал, это я беру только трёх, украинцев, белорусов и русских. Я не беру, например, поляков. Они же тоже... Тут славяне. Да, славяне. В ЦК РКПБ, значит, в 1924 году 54 славян, 14 евреев. То есть, ну, их много было, конечно, в РК. Когда брали власть, в военно-ролюционном комитете в Петрограде было 30 русских, 8 украинцев, 3 белоруса, а, ну, евреев было 21. То есть, конечно, этих было в два раза больше славян, да, но, а с поляками ещё более, да. Но всё равно 25% евреев, при их доле в населении 4-5%. Ну, чем это объясняется? Черта оседлости, запрет на место жительства и процентная норма преобразования. При этом, как ни странно, те, которые вырывались за черту оседлости, они получали образование даже очень хорошее. Ну, до этого надо было просто не исповедовать иудаизм. Да, отказаться взять протестанти, в основном брали, они переходили в протестантство, да, и так далее. Это всё, конечно, не могло. Но, а что, не было меньшевиков евреев? Были. Не было эсеров? Были, да ещё какие. Хотя вроде бы крестьянская партия. Кадеты я вообще уже молчу. Ну, самый неприятный вопрос, а среди белых были? Вот генерал Штейфон, который командовал 4-й пехотной дивизией Добровольцев, он кто по национальности? Славянин? Марсианин? Да, генерал Букретов, который стал атаманом кубанского казачьего войска. Вот что тут, я вот хочу сказать, всё-таки гражданская война, это такие парадоксы. Пресловутый Бермонт Овалов, командующий Западной Добровольческой Армии, генерал-лейтенант Цейль, председатель Временного правительства ЗКПСК, им, и, 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 и. Никто их не посчитал, но я полагаю, не менее 40 генералов евреев служили в Белом Движении. Ну, может быть больше, может быть меньше. Просто никого это не интересует. Значит, да даже любимый твой драматург Шварц всю дорогу служил в Белой Армии, и ничего ему Сталин не сделал. А между прочим, не немец был по национальности. А между прочим, великолепный драматург. Великолепный драматург, ему ничего не сделали за это. Да, ой, Саш, а если ты сейчас ещё начнёшь перечислять тех, кому ничего не сделали... Да, это концерн не хватит, да. Были даже целые еврейские патриотики. Например, у такого пресловутого персонажа, как Атаман Семёнов, была еврейская рота в Забайкале, и ещё более пресловутого персонажа, как Атаман Булак Булахович, была еврейская дружина во главе с правовщиком Цейтлином. Саш, ну это и есть гражданская война. Да, но ты не найдёшь ни то что книги, ни одной статьи по поводу роли евреев в Белом движении, потому что это не вписывается в эту схему. А это не вписывается в так называемый концепцию. И опять же, я молчу о том, что кроме евреев там и славян... Да, слушай, кстати говоря, у меня такое иногда возникает впечатление, что одни евреи вокруг, в общем-то, как... Нет, я уже сказал, подавляющее большинство всё-таки славян. Да ладно. Да в том же ВРК, помимо вот этих русских куклинцев-белорусов, состояло шестеро латышей и пятеро поляков, те, кто брали власть. Значит, смотри, дальше. Ну, понятно, почему много латышей и поляков. Конечно. Потому что в основном горожане, в основном образованные, в основном из рабочих и так далее. И плюс к этому мировая революция. Мы же пойдём в Польшу и пойдём в Латышу. Да и потом, а они-то что? Они же не были иностранцами в этот момент. Они родились в Российской империи, всю жизнь там прожили и были сэрами. Опять же, допустим, возьмём даже фамилии главных белогвардейцев. Колчак, Врангель, Миллер, Юденич. Ну, и поданы Российской империей. Ну, чего? Они все, конечно, русские. Конечно. Ну, корни-то по фамилиям не русские. А Деникин. Вот, единственный Деникин. Ну, мать Деникина, знаешь, как звали? Нет. Хуже, чем Феликса Едмундовича. Её звали Эльжбета Францисковна Вжасинская. Она, правда, приняла православие, когда замуж выходила. Ну, ты представляешь? Вот Деникин говорит, господа, познакомьтесь. Моя матушка Ельжбета Францисковна. Господа, конечно, ваши. Ну, как, господа? А полковник Щукин подойдёт и спросит. Извините, а вы не родственница Феликса Едмундовича? Ну, и так могло. А так могло и быть вообще. Могло и быть, да. Ну, ладно. Берём. Тут мы коснулись, да, такой деликатной темы. Ну, были же чистые немцы, например. Саш, почему деликатные? Так было. Да. Были немцы. Бутберг. Дитерикс этот, который восстановил монархию при Амурье, там, земские воеводы так называемые. Генерал-лейтенант Капель, значит, великолепный. Ну, проходимец из Чехии Гайда. Значит, Унгерн фон Штейнберг. О, кстати. Туркул, да. То есть, вот этих почему никто не замечает? Вот почему надо вот эту всю галиматью по поводу того, что все большевики какие-то инородцы и так далее? Нет. Галиматью только про всех. Если галиматью, то про всех. А если правду, кстати говоря, то... Например, Лев Борисович Каменев, один из лидеров. Да. Ну, и родители православные. Он один из самых интеллигентных, самых образованных людей своего времени. Академиком стал он не потому, что был каким-то крупным руководителем государства. А потому, что он действительно был феноменально образованный человек. Он почему не русский? А вот какой-то, извините, кубанский атаман Букретов русский, да? Ладно. Новости, а потом вопросы слушатели, да, Саша? Да. Всё. Леонид Володарский. Этим голосом сказано всё. Итак, в этой части программы Александр Колпакиди любезно ответит на ваши вопросы. Итак, ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте. Да, здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый историк, который уважают многие, и не только радиослушатели вашей радиостанции. Первый вопрос. Каково ваше мнение по поводу потенциала и ширкомасштабности гражданской войны ввиду триумфального шествия советской власти, то, что четверть на весну 1918 года от малочисленной Красной Армии составляли царские офицеры, без вмешательства интервентов и так называемой подпитки изне. И второй вопрос. Сбытует мнение, что якобы из так называемой республиканской нарезки в начале создания Советского Союза псевдо-нарезки Лениным, но не секрет, что Казахстан и Киргизия не имели статуса не то что республиканского, а даже даже название ходили до 1936 года в состав РСФСР. Каково ваше мнение по поводу вот этих псевдоисториков, то, что он способствовал тому, что произошло в 1991 году? И на ваш взгляд, не без подпитки ли Англии, которая якобы являлась союзником Первой мировой войны? Войне России. Что касается первого периода гражданской войны, когда действительно на первый взгляд россияне оказались предоставлены сами себе, и действительно он не был мирным. Это политический термин, который Ленин использовал, потом советские историки подхватили. Да, мы видим, там был целый ряд мятежей, но красные без всякого труда их всех разгромили. Все. Единственное, маленькие-маленькие там 2-3 тысячи казаков уральских, они не успели разгромить, это был вопрос времени. Вот этот первый период, значит, декабрь, январь, февраль, март, они разгромили, но они не были реально предоставлены сами себе. Уже в этот период иностранцы активно вмешивались. То есть, англичане вмешивались даже в корниловский мятеж, они поддерживали генерала Корнилова. Еще до Октябрьской революции они пытались... И если офицеры и советники союзников не принимали участие вот в этом первом периоде, который вы обозначили, да, с декабря по март, то принимали участие деньгами, подстрекательством там всяческие, да, то есть изначально, с самого начала иностранцы вмешались в нашу гражданскую войну. И еще раз говорю, если бы не было мятежа Чехословацкого корпуса, которые были военнослужащими французской армии, то есть это мятеж Чехословацкого корпуса, это никакой не мятеж и никакого... это акт открытой агрессии. Если бы это не сопровождалось высадками повсеместно Антанты, никакой гражданской войны бы у нас не было, большевики бы справились. Но вмешательство было, и англичане играли большую роль, конечно. Но я уже много раз говорил, нельзя зацикливаться на англичанах. Французы играли не меньшую, если не большую роль. Французская миссия была в три раза больше. Французы в три раза больше вмешивались в нашу гражданскую войну. А именно французы захватили юг и помогали больше всех Деникину. А Деникин это было главное, это 80% всей белогвардейщины. Я думаю, что вот это вмешательство... Больше всех, конечно, высадили войск японцы, да, это понятно, но они все-таки не так активно вмешивались, как вот англичане и французы. Поэтому, конечно, вы абсолютно правы. Что касается вот этих нарезок, действительно, народы эти, они были не сформировавшиеся в Средней Азии, но они активно формировались, и остановить этот процесс было невозможно. Эти народы, конечно, там были сложные процессы, там большевикам пришлось выселять из этих регионов бывших царских чиновников и прочее. То есть, понимаете, сейчас легко говорить, что если бы большевики не разделили на республики, если бы они не предоставили право на оправдание, то Советский Союз бы не развалился, и у нас было бы сейчас не 140 миллионов населения, а там 300 миллионов. Но это все фантазии. Вот в то время, к сожалению, все эти народы активно боролись, и вся страна, и в Средней Азии, вы знаете, басмачество было массовым явлением. Хотя басмачи это не совсем национальное движение, скажем, бандитское просто движение, но тем не менее там вот этот элемент ненависти к русским, безусловно, присутствовал. Я молчу про Украину, про Грузию, Армению и так далее, и про другие. То есть, на самом деле, среди этих народов очень сильна после краха царизма была вот эта тяга к национальному сопротивлению, и большевики не могли просто, они проиграли гражданскую войну. Вот белые они и проиграли, потому что они уперлись рогом. Они реально, кстати, вот я в следующий раз об этом поговорю, они реально не были за единую неделимую. Это они как им, вот Махно, за анархизм, реально никакого анархизма там не было. Так и белые не были ни за какую единую неделимую. Просто они были, помимо того, чтобы они были продажные, беспринципные, фактически коллаборанты, они еще и были дурные. То есть, ну, у них не было ни одного человека с мозгом, равным мозгу там Ленина, Троцкого, Каменева, того же Зиновьева, Зержинского. Они были на редкость бездарные люди. И я даже не про генералов говорю, а тех представителей там... Ну, идеологии. Да, да, не было. Типа Струва там... Так ведь они, Писаж, так ведь белые за всю гражданскую войну так и не выдвинули лозу. Они даже не понимали национального вопроса. Поэтому большевики-то их и разгромили. Но, опять же говорю, вот это разговоры о том, что Ленин подложил какие-то там атомные бомбы, подразвал свои... Это все разговоры в пользу бедных. Не Ленин развалил, а те, кто сейчас у власти разваливали. И потом, для того, чтобы было то, что в будущем назвали Советским Союзом, надо же было идти на компромиссы. Конечно, вот об этом и речь. Что надо было с ними договариваться. И большевики сумели, а белые не сумели и проиграли. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Я хотел спросить. Про интервенцию правильно сказали, что гражданская с интервенцией. А вот не можете, раз вы занялись гражданской войной, объяснить, вот у нас в советское время все экономические успехи от 2013 года. А вот к 2017 году в каком состоянии находилась экономика России? Вот от этого интересно было. Спасибо. Но к 2017 году были противоречимы. Во-первых, финансовая система была в очень критическом. Гораздо в худшем. То есть в основном произошло ухудшение. Но были какие-то, допустим, улучшения. Например, у нас не было химической промышленности. На Урале быстренько в течение буквально года, может быть, создали химическую промышленность. Но в принципе, в целом, инфляция, подорван курс рубля, огромные долги, они наросли. А жизнь населения? Да. Ну, он спрашивает о экономике. То есть в целом, конечно, экономическая жизнь ухудшилась и сильно ухудшилась. Но опять же, это же не только у нас. В других странах то же самое происходило. Но, конечно, росло войное производство за счет гражданского. Мы решили, ну, к сожалению, решили слишком поздно. К февралю 1917-го проблему там с патронами, снарядами. Ну, некоторые так и не решили до самой революции. Там проблемы, допустим, с тяжелой артиллерией. Ну, то есть реальная экономика, конечно, приходила в упадок. И чего боялись генералы? Почему они пошли на свержение царя? Они боялись того, что будет после войны. Вот чего они боялись. И они этого боялись именно в связи с экономикой. Потому что ни один принципиальный вопрос до войны не был решен. Я имею в виду земельный вопрос. У нас просто, вот я уже говорил сегодня, но никто не понимает. Крестьяне составляли абсолютное большинство населения страны. Они могли смести всех, что они сделали. И это просто чудо, что они не смели в 1917-м году всю нашу государственность. Что нашлись люди, которые, помнишь там у Есенина в поэме, я человек из Веймара, приехал сюда, я могу обуздать, как-то он там сказал, людей и зверей. Вот нашлись такие люди из Веймара, они смогли эту крестьянскую стихию обуздать, создать промышленность, восстановить экономику и всё. Вот это просто чудо. А царь, конечно, должен был это сделать гораздо раньше. У него была возможность это сделать всё в конце 19-го века. У него была возможность сделать это после первой русской революции. Произвести необходимую модернизацию страны, решить эти накопившиеся вопросы. Но это не решал. Понимаете, вот в чём проблема? Что у нас сейчас царей превозносят. Я согласен, они не были воры, как нынешние, они много работали, действительно были талантливые люди и так далее. Но они не могли пойти на радикальные какие-то реформы, которые были необходимы. Против себя самих? Против того класса, на которых они опирались. То же самое мы и сейчас видим в нашей стране, к сожалению. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Олег. Я слышал, что Махно хотел наладить связи с Антоновским восстанием. Но там Антонов ему ответил, типа, мы титульная нация, а вы же хохлы и пошли вы отсюда. И второй вопрос, что Атамана Григорьева лично застрелил Махно за антисемитизм. Спасибо. Да, но знаете, не думаю, что, я думаю, это легенда, Антонов так не мог ответить. Он был все-таки СР, кадровый революционер с пятого года. Ну, среди СРов не было таких националистов. Но что правда, Махно туда послал свои отряды. В частности, кстати, брат этого Пархоменко был активный Махновец. И его отряд туда был послан. Но он просто с Антоновым не договорился и ушел в отряд Колесникова. Значит, кстати, и брат Миронова, Филиппа, был активный Махновец. Это командир 2-й конной армии. И этот брат как раз ушел из Красной армии, перешел к Махнову. К Махнову. Он, конечно, с самого начала использовал погромы григорьевцев для того, чтобы не поддержать Григорьева. Он колебался. Он не сразу выступил. Он не участвовал в подавлении Григорьева. Он очень хитрый такой был, хорек такой. И Григорьев, значит, в конце концов, когда его раздолбали довольно быстро красные, объединился с Махно. И месяц они действовали вместе. Значит, для чего это надо было Махно? Чтобы всех григорьевцев подобрать под себя. После того, как он его подобрал под себя, ну, собственно, не Махно его пристрелил. Скорее всего, там все, кто были в это время в штабе, все потом говорили, что они его пристрелили. Скорее всего, пристрелил тоже один из его земляков, такой Алексей Чубенко. Его версия наиболее такая правоподобная. Но не отнюдь не из-за погрома, а именно из-за того, что два медведя в одной берлоге не живут. А Григорьев был, как личность, конечно, покрупнее. Ну, не физически, он и физически был крупнее, но вот как командир, как военачальник, он был, конечно, покрупнее. И Махно это, конечно, не устраивало. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, Михаил, Москва. Пожалуйста. У меня такие два вопросика. А вот сколько так называемых преступлений большевиков было ответом на аналогичные или какие-то другие зверства противоположной стороны в гражданской войне? И второй вопрос, вот когда еще в гражданскую войну, ну и, к сожалению, сейчас начинают большевиков обвинять во всяких преступлениях, сколько в этом, так сказать, желания самим это совершить, что мы, к сожалению, наблюдаем на Украине? И сколько в этом деле вот той правды, что это была больше реакции, чем желание большевиков совершать все эти преступления, так называемые? Спасибо. Да, ну, конечно, с самого начала большевики действовали в ответ, безусловно. Ну, красный террор был объявлен... И, я хотел сказать, что была передача отдельная. Просто, когда говорят, что вот убили Володарского, ранили Урицкого, ранили Ленина, это самые крупные фигуры. А если мне не изменяет память, только на территории вот центральной европейской части России, в крупных губернских центрах, городах, областных и так далее, было совершено более 50 терактов, кроме против разных... Ну, это, так сказать, ну, это люди, известные в этом регионе. То есть, был повсеместный террор. Сейчас мы понимаем, что этот террор производили разные организации, разные направленности и так далее. Но большевики этого тогда не знали. Даже вот, кстати, я не успел рассказать о взрыве в Леонтьевском переулке, когда присланные махно с Украины люди, мало того, что тут ограбили несколько банков на бешеные деньги, они взорвали недалеко от Тверской, в Леонтьевском переулке. Сейчас там, кстати говоря, украинское посольство, анекдотично, но факт. А до войны посольство Германии там было? Там взорвали московский комитет партии, думали, Ленин приедет. И вот есть, кстати, фильм, где тот же Золотухин играет секретаря Загорского, который подскочил, схватил эту бомбу, она была 30-килограммовая, пытался выбросить в окно, не успел, взорвались. И было разрушено полностью здание, но Ленин не приехал, он опоздал на это здесь здание. И многие погибли люди, это присланные махно были люди. Да, ну, понятно, что... Да, кстати, почему махно их прислал? Потому что большевики в Харькове расстреляли его штаб, во главе вот с этим самым штаб с капитаном Озеровым и еще семерыми, Бурбыга и так далее. Но за что он их расстрелял? За то, что они фактически отказались, там, открыли фронт Деникину, Шкуров прорвался именно на их участке, не слушая. Ну, это долгая история, что происходило там в июне-июле 19-го года в Махновии, но фактически за то, что они сами первые хотели провести там очередной четвертый съезд, им было запрещено, потому что боялись, что они подымут, как и Григорий в восстании, они отказались, и вот пошло слово заставка, то есть отсутствие дисциплины привело к прорыву фронта, привело, соответственно, к репрессиям против штаба. Это привело к взрыву в Москве. То есть, соответственно, после этого взрыва в Москве многие анархисты пострадали. А что было, кстати, большевики даже поверить не могли, что это махновцы сделали. Они думали, это геникинцы. А им даже в голову не приходили, что люди, которых они столько времени терпели, эти тунеядцы, алкаши и прочее, значит. Ну, что касается обвинений большевиков, то в следующий раз я, наверное, подробно расскажу, насколько белый террор был больше, чем красный террор. И, безусловно, насколько он был антинародным. Большевики подавляли те бывшие правящие классы, которые обанкротились в ходе революции. Они должны были сойти с исторической сцены, чтобы не мешать стране развиваться. Но они не хотели сходить. И их приходилось подавлять. А белые подавляли собственный народ. Вот мы поговорим в следующий раз о том, вот сейчас такая модная рабочая крестьянская белая армия, такая мулька запущена некими хитрецами. Мы поговорим, была ли действительно белая армия рабочая крестьянская. И вот в том, что обвиняли большевиков и продолжают 30 лет вот это в одни ворота, да, к сожалению, только один человек нашелся на всю Россию, честный историк из Питера, Радьковский, который написал книгу о белом терроре. За все эти годы. А, был еще советский историк, Голуб, еще очень старичок, и он перед смертью тоже выпустил книгу о белом терроре. Но ее практически никто не знает, найти ее невозможно. Ну и она трудная для чтения, как бы такая, в советском духе. А вот Радьковский написал вполне великолепную книгу. И каждый, кто может интересуется серьезно вопросами гражданской войны, и что такое были реально вот эти белые, может ее прочитать. Еще раз говорю, да, большевики в Крыму расстреливали офицеров и всех записали. Все они прошли через стройки, все записаны. Даже сына Шмелева нашли. А белые красноармейцев расстреливали, не записывая, как скот. Скот не записывают на бойне. Цифры есть, кстати. Скот хотя бы считают по головам. А они даже не считали, и мы до сих пор никогда уже не узнаем, сколько они там в Крыму расстреляли. А современные вот эти наши историки, извините, это слово становится в нашей стране уже бранным. Они пишут, что всего расстреляли белые 200 человек в Крыму. Своих? Нет, красных. Нет, я имею в виду, свои. Какие красные? Свои. Да даже на памятниках насчитывается, которым поставлены руководителем большевистского подполя, насчитывается 1800 человек. Вот этим всем комсомолкам и прочим. Кстати, среди них есть и брат родной, адъютант его производительства, вот этого Макарова. Кстати говоря, у Зощенко есть небольшая повесть по поводу того, что белые творили в Крыму. Да. А про Махно есть очень любопытный эпизод у Паустовского в повести о жизни. Да-да-да, он с ним встретился на станции. На станции, когда по мановению руки смотрителя, который с флажком с пулемета скосили. И он дает очень хорошую характеристику Махно внешности. Да, внешности. Пожалуйста, ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо за передачу большое. Обязательно расскажите, как Краснодар на три дня на разграбление заместитель Деникина отдал белым. А у меня вопрос такой, почему, когда касается эксов, все на большевиков. А почему ни разу я не слышал о бунте, который тоже проводил эксы. И два слова о Мехлисе, расскажите, который был членом бунта. Спасибо. Ну, о Мехлисе есть книжка Рубцова, очень хорошая, советую почитать. Ее даже чехи перевели и издали. Ну, это долгая история про Мехлиса, да. Эксы проводили все. И больше всех, конечно, самые большие суммы были у эсеров-максималистов. Два их экса побили все рекорды. Кстати говоря, большевики реально тоже проводили долго эксы. Меньшевики были против эксов, но участвовали в эксах. И деньги, как бы, не брезговали. Очевидно, что вот эсеры и анархисты проявили наибольшее количество эксов. А бунт проводил, ну, все революционные партии. И грузинские эти революционеры, и армянские дашнаки проводили. И очень много эксов проводили. Вот армянские дашнаки вообще одна из самых таких мощных в плане терроризма была организацией. Поэтому тут я бы не выделял вот особо как-то. Все проводили эксы. Но другой разговор, что вот какие-то люди осуждали эксы, допустим, вот те же меньшевики наши. А, ну, все, кто были левее кадетов, все проводили. Рекордсмены являются максималисты. Они провели такие большие эксы, столько вот эти два больших экса, что они даже не могли потратить эти деньги. И большую часть отдали большевикам, которые на них там издавали какие-то газеты и прочее. Ну, то есть вопрос простой абсолютно. А, кстати говоря, правда, что достаточно большое количество максималистов оказались потом в спецслужбах советских? Ну, я бы не сказал. Их вообще было мало. Да, их просто мало было. Их очень сильно истребили, конечно, всех вожаков побили. Они в гражданскую войну большой роли не играли. Они в каких-то городах закрепились. Сначала в Брянске, потом они в Самаре. Нет, уже после гражданской войны. После гражданской войны многие из них стали большевиками. Они раскололись на две части. Одна часть во главе со Светловым. Это, кстати, дедушка жены Солженицына. Настоящая его фамилия не Шонберг, как она пишет, а Кац. Значит, и они поддерживали большевиков. Часть, значит, во главе с Ривкиным, она заняла антисоветские позиции. Но это маленькая организация, о ней даже нет смысла говорить. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Спасибо за передачу. Многое сегодня понял и понял самое главное. Вот скажите, я право или нет, что все-таки нашей молодой Советской Республике, значит, очень не повезло с соседями. А еще больше не повезло с народом. И ради государства уничтожили, в общем-то, народ и гражданство, которое преобладало, которое могло свергнуть это государство. Прекрасно. Вчера буквально Путин говорит, заложить нужно срочно новый народ, потому что этот уже кончается. Спасибо большое. Народ это еще в бесах у Достоевского. А если народ, отменить народ. Да, я понимаю, что вы шутите. Конечно, таджики, узбеки это спокойные, тихие, милые люди. Понятно, тут ничего интересного, ну, ничего загадочного нет. Нам действительно крайне не повезло с соседями. То есть, поляки, которые стали нашими соседями, они сразу же начали агрессивную. Румыны, которые выдвинули, там, захватили часть нашей территории, собственно говоря. И японцы на Дальнем Востоке, они действительно, ну, англичане и французы далеко от нас. Но они опосредованно действовали, да, действовали через... В следующий раз мы поговорим о том, как они помогали той же Польше, те же французы. А англичане не помогали бы, собственно, в Средней Азии. Я бы просто хотел сказать, чтобы не забыть, что вот, например, по поводу единой неделимой, да, каким-то образом в Польше Врангель создал свою третью... У него было две армии в Крыму, а третья была создана в Польше. Просто они мало знают, что она не успела принять участие полномасштабное в боях. И там казаки засветились, всевозможные люди с красивыми фамилиями, типа Граф Палин и так далее. Я думаю, что вот, понимаете, тут всем странам, наверное, не повезло с соседями. Просто надо быть самим сильными. И нам очень повело народом, которые суме... И большевиками, которые сумели этот народ организовать и отстоять свое. К сожалению, в девяносто первом году так не повезло. Да, и, кстати говоря, вот я просто повторю, что откуда-то у Бусмачей появилось оружие, инструкторы английские, с чего бы вдруг... Саш, огромное тебе спасибо за очередную твою лекцию беседу. Значит, анонс на следующий раз он, конечно, будет. Но я сейчас говорю, что опять будет нашим гостем Александр Калпакин и разговор пойдет о мифах, которые породило такое значимое в нашей истории событие, как Гражданская война. Все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания. До свидания. Леонид Володарский Этим голосом сказано все.